Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру МТА Провинция Онлайн. И сегодня будет челлендж 24 часа только от первого лица на вот этом замечательном мотоцикле. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь туда подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мой следующий видос. И, дорогие друзья, я хочу сказать, что ездить от первого лица довольно-таки круто и мне на самом деле нравится. Единственное, что минус, то, что видно чуть-чуть скинчик персонажа. Ну, я не знаю, в чем проблема, если вы знаете, то напишите в комментариях, я попробую это решить. Поэтому я решил первым делом, конечно же, поехать сейчас на заправку, потому что у меня, как бы, бензина всего 9 литров. Поедем заправимся и посмотрим, что из-за этого у нас получится. Поэтому, ребята, вот такие вот дела. И также, пока мы будем ехать до заправки, я бы хотел задать вам очень крутой и интересный вопрос. Почему вы до сих пор не играете в МТА провинция онлайн? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой компьютер. Не обязательно иметь мощный ПК, достаточно будет даже слабого ноутбука. Поэтому обязательно просто бери, качай ее. И она абсолютно бесплатная и без какой-либо рекламы. И ее потянет абсолютно любой компьютер. Хоть тебе ноутбук, хоть, не знаю, там слабый ПК, разницы нет. Просто переходи по ссылочке... Оу! Йоу, вот это я влетел. Просто переходи по ссылочке в описании, качай абсолютно бесплатную МТА провинцию и начинай играть со мной. Если что, я играю на седьмом серваке. Сервак называется Восточное. На него заходишь и просто кайфуешь. Потому что игра действительно очень и очень крутая. И я думаю, что каждый должен в нее поиграть. И также, ребята, седьмой сервак. Не забывайте об этом. На него заходите и начинаете реально кайфовать. А, вот что забыл сказать. Если вы захотите себе сразу же купить мотоцикл, как у меня, или просто получить очень много денег, то, когда зайдете в МТА провинцию, вам нужно будет нажать на буковку М английскую. И у вас откроется вот такое вот меню. И вот тут во вкладке реферальная система вам нужно ввести мой промокод Lichitop. Вот этот промокод ввести вот сюда. Вот во вкладку активировать промокоды. И вы получите действительно большой денежный приз. Ну а мы уже все отправляемся. Мы уже находимся возле заправки. Сейчас мы на нее заезжаем. Опа-опа, вот так бачком заезжаем. И просто начинаем кайфовать от того, что, ну, супер, отличненько все. Все, мы заглушили тачку. Теперь мы можем пройтись с вами до, собственно говоря, АЗС Подсолнух. И там мы с вами можем кое-что сделать. А именно заправить до полного бака нашу, собственно говоря, Тачилу. Вот такой вот прекрасный мотоцикл, где вот все будет очень круто, чики-бамбуни. Так, замечательно. Купили моток и ждем, пока он заправится. Так, а, успешно за... Все, заправка успешная. Серьезно, только 16 литров у этого мотоцикла? Да не может быть. Подождите, стоп, подождите. Да не может быть такого, чтобы 16 литров было на мотоцикле. Я не понял, в чем прикол. Ну-ка, давайте попробуем заехать и выехать с заправки. Подъехать еще раз. Попробуем еще раз сейчас подойти на кассу. Может быть, он просто из-за того, что завелся. Да не может быть такого, что там 16 литров только. А, в натуре, да. Транспорт полностью заправлен. Серьезно, я думал, что там побольше чуть-чуть. Ну, хотя, да, это же мотоцикл. Ну, я как думал, что хотя бы где-то 20 литров будет. Ну, окей. Теперь нужно посмотреть на карту, куда мы будем с вами ехать, дорогие друзья. Я хочу поехать сейчас в Приворск. Для этого нам нужно будет сейчас с вами доехать до нашей прямой улицы. И вот тут мы с вами едем налево. Так, никому не мешаем. Так, пускай тачка проедет. Одна проехала, другая еще далеко. И, опа, там полицейские. По-моему, дядя, они сейчас могут за меня докопаться за то, что я поехал. А, нет, это не полиция. Это просто какие-то чуваки. Окей. И все, теперь мы с вами едем просто по трассе. Тут, ой, трамвайчики. Главное, его не зацепить. Йоу, 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 йоу. Воу. Отличненько. Вот это, конечно же, я понимаю, как весело играть все-таки в провинцию. Это довольно-таки интересно. Единственное, что вот, блин, чуть-чуть раздражает меня это лицо, которое помещается в экран. Но я надеюсь, что это как-то можно ли пофиксить. И все будет вообще чики. Супер, бомбони. И отправляемся. Все, теперь мы едем по трассе. Просто кайфуем. Ничего нет лучше. Просто ехать по трассе. Тут фура. Везет бревна. Интересненько. Там впереди гелик или какой-то УАЗик. Ну, окей. Давайте попробуем его обогнать. Я думаю, что у меня это получится. Хотя, видимо, нет. Он намного быстрее, чем я, едет. У него, видимо, какой-то Stage 6. Потому что мото больше 130 не разгоняется. А, он на заправочку. Да, это у нас был, получается, обычный УАЗик. И все. И по трассе двинулись. Сейчас уже будет рассвет. Кстати, уже светлеет. Довольно-таки круто. И дорога такая прикольненькая, спокойненькая. Это мне нравится. Потому что, ребят, в провинции, на самом деле, русская карта. Полностью тут с магазинами. Магниты, спортмастеры, пятерочки. Ну, все как в России. Я вот реально от этой игры кайфую. Играю в нее уже год. И нравится. И вот тут будет самый прикол. Вот сейчас мы с вами заедем в город. И вы поймете, что это игра про реальную Россию. Потому что дороги. Вот, смотрите, знаки стоят. Что ухабистая дорога. И все. Начинается оффроуд. Просто в городе у нас вот такая вот дорога, по которой мы едем. И начинаем быть в шоке. Потому что тут дорога неровная. И тут уже начинается более-менее какая-то суета. Интрижки. Прочие штучки, дрючки. Вот тут мы сейчас будем проезжать. Автосалон. Где у нас производится Мерседес. И вот такой прекрасный салон. Воу-воу-воу. Аккуратненько едем с вами. И кайфуем от того, что в городе тут много чего. Тут у нас впереди. Вот мы можем увидеть супермаркет любимый. Тут полицейский участок. Какая-то суета. Окей, ладненько. И мы сейчас дойдем до самого популярного места в игре. Это, конечно же, автовокзал. Где, собственно говоря, играют у нас. Точнее, где появляются игроки новые. И это находится у нас вот тут, дорогие друзья. Где-то вот тут вот. И опачки. Вот это нормальненькое такое прекрасное место. Тут игроки. Всякая такая большая парковочка. И, блин, это на самом деле прикольно. Действительно кататься от первого лица только. Но на самом деле из-за скина чуть-чуть неприятно. Что он постоянно дергается, мешает. Но у нас такой челлендж. Мы его должны выполнить, значит. И куда поддеваться. В общем, мне кажется, я уже очень много штрафов словил. Там какие-то чуваки обгоняют. Жалко, что в зеркала ничего абсолютно не видно. Так на самом деле можно вообще отлететь полностью. Потому что тут очень много игроков играют. Ездят. Тут суетятся. Тут ну реально прям город живет. В Приволжске очень много народу. Но я поэтому выбрал себе город Невский. Потому что в нем, во-первых, и народу поменьше. Машин и прочие суеты. И оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Я, по-моему, заехал сейчас чуть-чуть не туда. Так. Окей. Отличненько. Все равно давайте попробуем прокатиться. Эй, тут где-то у нас есть прикол. О, трамплин. Давайте попробуем сейчас на трамплин заехать. Я вот вспомнил про этот трампик. Попробуем сейчас на него заехать. Посмотрим, получится ли у нас подлететь на нем. Ну-ка, разгончик сейчас берем. И попробуем сейчас его. Во-первых, надо его увидеть. Блин, этот нос мне мешает. Я из-за него ничего не вижу. Ну, окей, на трампик, трампик, трампик. И опа, опа, опа. Подлетели. Ребята, летим. Оу-оу. Йоу, как я подлетел. Вот это я в шоке. Пипец. Я слетел с мотека. Главное, чтобы он работал. Да, он работает. Ему вообще все равно этому мотоциклу. И все, погнали дальше. Суетиться, кататься. И заниматься просто вещами на какую-то дорогу заезжаем. Йоу, что это происходит? Куда-то мы заехали вообще не в понятное место. Окей, тут дорога. Да, ребят, как и обещали. По знаку, тут дорога вообще не самая суперская. Но окей, держись, держись, держись. Отличненько. И мы заезжаем в порт. Ребята, ё-моё, тут у нас какой-то порт непосредственный. И вот мы по нему катаемся. И можем, видимо, заниматься какой-то суетой тут. Но тут нету контейнеров, ребят. Тут просто какой-то порт. Тут чувак вообще стоит просто. И ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Далее докатался. Я, ребят, докатался. Но, по-моему, мне повезло. Я могу выехать. Ребята, я могу выехать. Давайте сейчас оттолкаем мой мотоцикл на сушу. Или он уже плавает. Или всё, я уже не могу на нём покататься. Так, давайте его оттолкаем. Вот это весело, конечно, получилось. И всё. Ребята, я утопил свой мотоцикл. И потом его вытащил. Ё-моё, вот это, конечно же, суетолог я полный. О, тут как раз-таки есть такая дырочка, в которую могу залезть и покататься, даже заехать в авторынок. Ну-ка, давайте глянем, что на авторынке. Так, заезжаем, конечно же. Хочу посмотреть, что там происходит. И вау, тут ой, как много людей. Ё-моё, я даже не представить не мог, что тут так столько много людей продают свои тачки. Ё-моё. И тут даже редкие машины продают. Вау. Это BMW продают, которая, собственно говоря, нельзя попасть. А ну-ка, давайте спросим у Ивана Невского. Иван Невский, а сколько стоит твоя BMW, вот эта, которая из контейнеров? Ну-ка. Я надеюсь, он тут, и он мне ответит. Иван Невский. А сколько она стоит вообще примерно? Для чего? Сколько? Сколько ещё раз? Блин, ну, походу. ГОС 2 700. 2 миллиона 700? Ну, для ГОС это тачка, не знаю. Очень-очень мало, на самом деле, за эту машину. 2,8. 2 миллиона 800? 2,7, Наташа, у меня ничего. Да не, ну, он, походу, не продаёт. Но я не знаю, зачем смысл, что я сюда пригонять, зачем он себе свои машины пригнал сюда. Это вообще глупо, ну, чтобы просто люди посмотрели. Ну, окей, ладненько, это как бы его дела. Поэтому, ребят, в принципе, на этом всё. Ролик получился действительно интересный. Вот такой вот прикольненький челлендж, чисто на мотике. Довольно-таки круто и очень весело. Поэтому, ребят, кодовое слово в этом ролике пускай будет мотоцикл. Все, кто напишет слово мотоцикл, обязательно попадёт в мой новый ролик. Поэтому, ребят, не забывайте заходить на провинцию, играть со мной. Это действительно крутая игра, которая заслуживает большого-большого внимания. Поэтому, ребят, не забывайте играть со мной, заходить на седьмой сервак и всё будет круто. Ну, у нас с вами был, как всегда, я, ваш любимый лич, я заехал в какой-то Бургер Кинг. Это жёстко, да, я заехал в Бургер Кинг на мотике, ё-моё. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр и, ой, всем до скорых встреч. Хе-хе.